...01-303, это телефон для вас. Голосование началось, начался и обратный отсчет. Когда смотришь вот такие сюжеты, которые только что привезла моя коллега Вита Еленина, хочется все, до последнего сантима платить в налоги и обязательно на развитие легендарной латвийской армии. Знаете, это не просто армия постсоветской нищей страны, это армия страны-участницы НАТО. Хорошо экипированная, с техникой, по последнему слову, старательно сохраняющая секреты военного альянса и завораживающий взор солдатской выправкой, без проволочек, выполняющая приказ, даже если это приказ открывать огонь на поражение по женщинам. Огонь на поражение, впрочем, солдаты обещали не только дряхлой старушке, но и съемочной группе ТВ-5. Вита Еленина продолжает тему. Это крик о помощи. В Олленском крае людей держат в заложниках. Такое письмо получила служба новостей ТВ-5. Выехав немедленно на место, выяснилось, что в здании бывшей военной части Андрей Баудес живет семья, которая буквально держит оборону. Трое женщин сидят за решеткой в окружении солдат. Без электричества, тепла, воды и еды. И боятся выйти. Съемочную группу встречает военная полиция. Они требуют предъявить документы. Сообщают, что это секретный объект НАТО. Созваниваются с руководством. Уже тюрьмы, говорят. Меня там в тюрьму... Подписав эту бумагу, что мы в течение 24 часов убираемся из этой квартиры добровольно и не имеем никаких претензий. После нескольких звонков руководству охрана дает понять, с военными шутки плохи. Даже направлять камеру в сторону объекта запрещено. Военная полиция запретила нам снимать здание, которое находится с этой стороны. Мол, это спецобъект. Поэтому приходится его описывать словами. Это двухэтажный дом, вокруг забор. И по всему периметру колючая проволока. Учитывая ситуацию и доводы, что это засекреченный объект НАТО, интервью приходится записывать в чрезвычайных условиях, соблюдая конспирацию. Голос за кадром, жительница дома, Светлана Дьяченко. Нам было сказано так, что если мы попытаемся пересечь после 10 мая этот забор, то в милитарной охране будет дана команда сначала предупредительный выстрел, а потом будет дана команда на поражение. Жительница рассказывает, она, ее мать и 80-летняя бабушка задекларированы в этом доме и живут здесь с советских времен, на основании договора того времени. Но несколько лет назад Министерство обороны, которому принадлежит Андрей Баудус, переписало статус недвижимости. Отныне это не жилой дом, а административное здание. И жильцы, по их мнению, должны съехать. Взамен семье предложили два варианта. Переехать в Прекуле, это около Лепой, или в Сэду, это местечко за Валмирой. Мы там через полгода становимся бомжами, потому что работу найти там, ну, 1%. Но приехать на новое место, и не имея, как говорится, работы, это, ну, растет долг за квартиру. И дальше что, через полгода на улицу? Большинство жильцов этого дома все-таки сдались и покинули здание. Кто-то добровольно, а кто-то не совсем. Выйдя за заграду, вернуться уже невозможно. Так, одному жильцу пришлось неделю жить в автомобиле. Вернувшись после больницы, он не смог зайти домой. А пожилая 80-летняя женщина, лежачий инвалид, столкнулась с опасной для своей жизни ситуацией. Когда приехала скорая помощь, медиков не хотели впускать в этот засекреченный объект. Ну, что я могу сказать. Меня дочка обслуживает. А сами знаете, какая жизнь. Можешь быть в таких условиях. Очень трудно. Я же дичь о войны. Все в шоке. Да, потому что действительно правовое государство. Да, мы живем в свободной стране. Да, но в результате получается, что не свободны. Да, то есть не можем ненормально передвигаться, да, не можем нормально выйти с своего места жительства. Да, ограничения прав человека. Позиция Министерства обороны кардинально отличается. Там говорят, жильцы находятся в здании незаконно. Их оповестили, что помещение нужно покинуть. Предлагались даже несколько вариантов. Выше упомянутые седы и прекули и денежная компенсация. По словам представителей Минобороны, Хайриса Риквелеса, несколько тысяч латов. Правда, сами жильцы опровергают эту информацию. Говорят, о денежной компенсации речи не шло. В любом случае стороны не договорились. И в министерстве настроены воинственно. Всегда неприятно, когда ситуация накаляется. Но мы в течение нескольких лет буквально нянчились с этими людьми. Пытались решить эту проблему. Предупреждали их, что им надо освободить территорию. Говорили, что объект будет развиваться. И что у нас есть обязательства перед НАТО. Но в ответ не получали отзывчивости. Каждый раз наши предложения отвергались. Они каждый раз оставались в здании. И я хочу подчеркнуть, у них нет права там находиться. Нет договора аренды. При этом Министерство обороны за все это время не подавало в суд на выселение нерадивых жильцов. Наоборот, сами жители решили искать правду служителей Фемиды. И ждут вердикта. Правда, жителям не дают полноценно общаться со своим адвокатом. Внутрь Юли Бодаревых не пускают. Переговоры проходят через забор. И в присутствии военных. Там у нас разговоры происходят такие, что люди стоят за забором. Я разговариваю с ними. Сзади меня стоят два солдата. То есть они все подслушивают. То есть никакой конфиденциальный разговор с клиентом уже не может быть. Наверное, я призываю Министерство обороны просто действовать законно. Соблюдать рамки законов. Если они считают, что люди там живут незаконно, пусть они подают иск о выселении. Даже самоуправление ничего не может поделать в этой ситуации. Ведь это спор между Министерством обороны и жителями. Но если ситуация не разрешится, город Олайна готов пойти навстречу. Например, предложить место в пансионате или выделить служебную комнату. Но сначала суд должен вынести свой вердикт. К сожалению, на данный момент, пока они сами не рискуют даже выйти из своего дома, то предоставить помощь и перевезти куда-то в другое место, наверное, не получится. Три женщины все еще держат круговую оборону. Правда, говорят, долго не протянут. Кончается провизия. Еды осталось тоже немного. Воды, скажем, закончился газовый баллон. У меня только осталось немного газа. И как мы продержимся до решения на приостановление этих действий, я не знаю, честно говоря. Хочется пожелать много лета и крепкого здоровья вверховному главнокомандующему страны в лице президента Заттларса, министру обороны, Артису Пабриксу, главкому армии, всем начальникам всех штабов, всем 25 генералам латвийской армии и 5000 латвийских солдат, включая ограниченный контингент в Афганистане, а особенно солдатам базы Андрей Баудас. Мы осознаем тяготы вашей службы в сохранении нашего мирного покоя и сна и в ожидании нападения подразумеваемого врага. Мысленно мы с вами. Держитесь, парни. Главное – не сдаевать отвоеванные позиции.